Здарова, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай. И как, наверное, уже догадались из названия ролика, сегодня буду обрабатывать свой участок от клещей. Их в последнее время, ну, очень много развелось у нас. Я не знаю, откуда они. В общем, по ходу ролика порассуждаю на эту тему, расскажу вам свои теории, идеи, откуда столько клещей, как с ними бороться и что с этим делать. Но это будет немножко попозже, поэтому досматриваем до конца. Не забываем лайк поставить и подписаться на канал. Это обязательно. Так вот, немножко о том участке, где я нахожусь. То есть это дом моего деда, вот там за моей спиной. Я здесь родился, основную часть жизни здесь прожил. Сейчас территория используется следующим образом. Половина – это огород. Мы там что-то сажаем, бабушка сажает. Ну, а вторая половина – это вот, где я нахожусь. Это такое поле, типа газон, трава, полянка. Мы сюда приезжаем с семьей отдыхать и жарим здесь шашлык. Я беседку здесь построил. В этом году у меня есть план построить здесь детскую площадку. Но есть проблема клещей. Она на самом деле есть. Долгое время здесь как решалась проблема, все очень просто. По весне или по осени мы просто поджигали траву. Все сгорало, вырастала новая трава, ну и все, и как бы клещей нет. Вот, но когда стали более-менее осваивать, там беседки строить, на шашлыки приезжать, ну как-то нехорошо сидеть на костровище. Ну и в целом хочется уже, чтобы здесь сад посадить, потому что у меня здесь посажены деревья, чтобы красиво было. Стал вопрос, как избавляться от клещей. Вариантов два. Нанять людей, ну каждый год нанимать, они приезжают, обрабатывают. Можно? Можно. Это стоит денег? Да, это стоит денег. Я жадный? Очень жадный. Вариант второй. Обрабатывать самому. В прошлом году начал обрабатывать сам. И прошлый год показал, что это дешево, быстро и достаточно надежно. Вот такой препарат, цифокс называется. Он стоит ну какие-то копейки. Серьезно, я купил его, ну вот как это, не знаю, отдел Санпина. Ну вот где продают отраву от мышей, от крыс. Приходишь туда, говоришь, мне нужно вот что-нибудь от клещей. Ну мне посоветовали вот такую штуку. Это 50 миллилитров. Он, кстати говоря, если почитать аннотацию, сейчас ее тоже достану, покажу вам. Он не только от клещей. Тут и муравьи, и клопы, и блохи, и мухи, и шершни. Клещи, тараканы. Тараканы. И, ну и комары. Комары уже говорил. В общем, вот целый набор насекомых, от которых позволяет избавиться этот маленький флакончик. Соответственно, я здесь обрабатываю, и у меня здесь уже меньше комаров. Понятно, что они будут прилетать с других участков, но здесь-то их не будет. Ну тут есть низинки, да, есть сырые места на участке. Соответственно, там могут размножаться комары. Нет комаров, нет клещей, нет всяких мух. Ну, то есть, прикольно. Мне кажется, прикольно. Опять же, за там сумму в 200-300 рублей еще прикольнее. Так, давайте не будем затягивать. Я сейчас буду наводить все это дело, разбрызгивать, и потихоньку мы с вами продолжим уже беседу. То есть, я буду работать и продолжать с вами разговаривать. Что касается рецептуры, тут на самом деле все достаточно относительно. Ну, во всяком случае, в инструкции так написано, что на 1-2 литра воды требуется 5 мл. Соответственно, у нас баллон 8 литров здесь вмещает. Но я думаю, ничего страшного не будет, если я вылью сюда весь флакон 50 мл. Кстати сказать, вот использовать такой костюм, как у меня сейчас, химзащиты вовсе не обязательно. Фу, воняет. Это я просто так его натянул. Для прикола, что ли. Разбавляем, перемешиваем. Фу, он белым каким-то становится. Вот, но в любом случае маску. И очки я использую всегда, потому что не очень хочется наглотаться этой дряни. Ну, а если рассуждать на тему, откуда вообще взялись клещи, и почему их раньше не было так много, то у меня на этот счет три теории. Первая теория климатическая, что в последние несколько лет климат, погода благоприятствует тому, что клещи сильно распространяются, и когда-нибудь наступит особо морозная зима, и они просто все замерзнут. Вторая теория такая. Возможно, в Советском Союзе поля обрабатывались какими-то специальными химикатами, которые не позволяли размножиться в таком количестве клещам. Ну и третья идея связана с тем, что раньше поля по осени сжигались, то есть стерню сжигали, таким образом клещи тоже умирали. Так, друзья, на этом наша обработка заканчивается. Два-три дня сюда лучше не приходить, на этот участок. Детей сюда, естественно, тоже не пускать, домашних животных, да у меня их и нет. Вот, через два дня клещи должны умереть, территория обезопасится, и здесь можно прекрасно играть и проводить время. Вот, собственно, на этом я буду заканчивать. Друзья, напомню, цифокс препарат это не реклама, это просто полезный совет, потому что, ну, действительно, мне кажется, это полезно, нужно и интересно. И если вам тоже так кажется, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Миклуха Макфлай. Пока-пока.